Находится во тьме, но идёт к свету. Ты пришёл к закату своей жизни. Уже пора, да, вставать в очередь. Он ему рассказывает фактически план спасения. Здравствуйте, дорогие друзья! Мы вновь собрались вместе для того, чтобы исследовать Священное Писание. Понимать волю Божью. Мы рады приветствовать вас на этом часе исследования. Сегодня мы порассуждаем об одном человеке, который пытался найти какие-то для себя волнующие ответы в жизни. Но пришёл с одними вопросами, но ушёл с ответами, вопросы на которые он не задавал. Поэтому давайте окунёмся в мир. Этих людей вместе с Анатолием Цоневым, с Натальей Цоневой и я, Константин Костенко. Приветствую вас! Очень рада сегодняшней встрече со всеми, кто собрался вместе с нами разбирать Слово Божье и, как ты сказал, Костя, погрузиться в этот удивительный мир. Сегодня мы обратимся к одному человеку, который действительно пришёл с одними вопросами, а получил ответы на то, что он не задавал. Сегодняшняя тема, как мне показалось, она очень, с одной стороны, интересная, с другой стороны, очень непростая, потому что правильно сформировать понимание такой темы, как рождение свыше, которую часто мистифицируют, и где-то даже, я бы сказала, иногда манипулируют этой темой, неправильно её используя, и иногда могут вгонять действительно искренне верующего человека в какое-то то ли огорчение, то ли разочарование, потому что наверняка вы сталкивались с такими верованиями, с такими понятиями, что тот человек, который рождён свыше, он не обладает какими-то моментами, то ли он получает для себя какие-то особые дары, то ли он получает для себя какие-то особые способности. И если человек, придя к Богу, ими не обладает, то его воспринимают как человека, кто не имеет это великое рождение свыше. И, естественно, это не может не огорчать верующего человека. Поэтому, повторюсь, тема непростая, но я думаю, достаточно интересная она будет каждому, кто сегодня с нами собирается. Наше пособие предлагает сегодня рассмотреть ещё одну часть Евангелия Теана, которая касается Иоанна Крестителя. Но я предлагаю сместить именно этот момент на наши последующие встречи, которые будут посвящены именно этому человеку, тому, что он сделал, и как он описан на страницах Евангелия Теана. А сегодня мы рассмотрим исключительно встречу Иисуса Христа и человека по имени Никодим. Это третья глава Евангелия Теана, 21 текст, довольно-таки большой отрывок, с которым мы сегодня будем работать, но его надо зачитать весь. Здесь очень последовательное повествование о событии, которое произошло однажды ночью в Иудее. Итак, давайте мы зачитаем. Костя, зачитаешь эти 21 текст? Хорошо. «Между фарисеями был некто именем Никодим, один из начальников иудейских. Он пришел к Иисусу ночью и сказал ему, «Рави, мы знаем, что ты – учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог». Иисус сказал ему в ответ, «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше и не может увидеть Царствие Божие». Никодим говорит ему, «Как может человек родиться, будучи стар? Неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей родиться?» Иисус говорит, «Истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие». Рожденный от плоти есть плоть, а рожденный от духа есть дух. Не удивляйся тому, что я сказал тебе, «Должно вам родиться свыше. Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким, рожденным от духа». Никодим говорит ему в ответ, «Как это может быть?» Иисус отвечал и сказал ему, «Ты, учитель Израилев, и этого ли не знаешь?» «Истинно, истинно говорю тебе, мы говорим о том, что знаем, и свидетельствуем о том, что видели, а вы свидетельство нашего не принимаете. Если я сказал вам о земном, и вы не верите, как поверите, если буду говорить вам о небесном? Никто не восходил на небо, как только сшедший с небес Сын Человеческий, сущий на небесах. И как Моисей возьмёт змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасён был через Него. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осуждён, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия. Суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злые. Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злые. А поступающий по правде идет к свету, дабы явны были дела его, потому что они в Боге соделаны. Спасибо большое. Вот такой вот интересный диалог прошел между некто из фарисеев имени Никодим. И дальше он был из начальников иудейских. Это какой-то статус у этого человека был? Начальник иудейский что это обозначает? Начальник чего? Считается, что он был членом Синедриона. У него было очень высокое положение. То есть это не начальник синагоги, а начальник человека Синедриона? Да. Спасибо большое. И второй текст говорит, что этот начальник, то есть это довольно-таки высокий человек, он приходит в особое время. Нам сейчас, в нашей эпохе, сложно оценить, что означал этот поступок, то есть причины, по которым он приходит в это время. На прошлых наших встречах мы говорили, что у Иоанна часто встречается такое понятие, как двойственность, дуализм, когда он противопоставляет одно другое. То есть свет, тьме, смерть, жизни. Вот этот вот момент, когда к нему приходит Никодим, это просто точка во времени? Или Иоанн тоже делает какое-то противоставление, что вот эти не приходят в свете, другие приходят во тьме? Или это просто была такая традиция, что вот они собирались на закате, и Никодим, в принципе, ничего особенного не сделал для того времени? Ну, я читал несколько точек зрения о том, что, возможно, Никодим выбрал то время, когда Христос был свободен от общения с людьми. Ему нужно было не просто послушать, что он в общем ответит, а что он конкретно ответит ему. Поэтому ему нужно было побеседовать face to face. Вторая точка зрения, то, что, так как его положение в обществе говорило, что... Как говорят французы, положение обязывает. Положение обязывает, да. Ну и третья точка зрения, то, что Иоанн показывает здесь, что так как Христос в дальнейшем говорит о том, что он есть свет миру, и приходящий к миру, то есть к свету, либо видящий свет, либо приходит, либо уходит от него, то здесь Иоанн как бы образно показывает, что Никодим тогда, когда пришёл ко Христу, он думал, что он знает, или он думал, что он обладает этим светом. Никодима хватило буквально на пару вопросов. Дальше он уже... Их не задавал, да? Дальше он уже не задавал, да. На самом деле, из-за того, что здесь в замыкающих текстах этой главы используются свет и тьма, есть такая точка зрения, что здесь Иоанн пытается подчеркнуть тот момент, что Никодим находится во тьме, но идёт к свету. Потому что у Никодима довольно часто эта игра слов, она встречает... У Иоанна часто встречается эта игра слов, где он говорит «от света к тьме» или «от тьмы к свету». То есть кто-то идёт так, кто-то идёт так, и поэтому он как бы изображает, изображая декорацию, что вот Никодим, он во тьме, и вот его вопросы, они ведут к свету. Такой вот аллегорический момент у исследователей есть. С другой стороны, вероятнее всего, это время суток было выбрано, потому что у раввинов была такая традиция по вечерам, когда люди уже свободны изучать закон. Они собирались и изучали закон. Это было очень хорошее время, это было привычное время для них. Прохладно уже. Прохладно уже было, и они очень любили поговорить о законе. То есть это было такое время, когда можно было посудачить о делах, когда можно было поговорить о законе, поспорить о каких-то интересных моментах. То есть это было очень хорошее время, но здесь мы должны отметить тот момент, что ученики этот разговор слышали, потому что Иоанн его описывает с того, что он услышал. Нам кажется, что Христос беседовал с Никодимом один на один, а при этом мы понимаем, что Иоанн слышал и это всё так детально описал. То есть это был такой коллективный, вероятнее всего. Нам сложно сегодня сказать, может, часть учеников уже отдыхали, часть остались вместе со Христом. То есть это было такое время, когда они могли о чём-то поговорить по традиции. И вот приходит этот человек, и происходит этот интереснейший диалог. Поэтому мне не хочется сильно впадать в такое образное толкование аллегорическое и сказать, что вот Иоанн обязательно изображает, что если он пришёл ночью, значит, фарисеи находились во тьме. Скорее всего, он пришёл, потому что это было привычное время поговорить о законе очень такое. Хотя некоторые говорят о том, что ночью он пришёл для того, чтобы остаться незамеченным, так как его слова следующие, последующие скажут, что за Христом наблюдают. это сделает нам отсылку на то, что между фарисеями была распря, потому что он скажет, мы видели чудеса, которые ты делаешь, они не остались незамеченными, и при этом он говорит «мы». то есть там была, видимо, коллегия, группа людей, которые рассуждали и говорили об этом. И в определённой степени считается, что Никодим приходит от их лица. Поэтому, возможно, он просто не хотел, чтобы его увидели. Он был одним из тех последователей, которые не выдавали себя, ну, в силу понятных обстоятельств. Член Синедриона, фарисеи ведут войну с Иисусом, и вдруг один из членов Синедриона, человек такого высокого полёта, приходит и с ним разговаривает. Ну, это как? Ты вот здесь обозначил уже это. Я хочу продолжить ту мысль, которую ты начал. Смотрите, вот во втором тексте, и продолжая эту мысль в одиннадцатом тексте, обозначаются такие, ну, вот, я бы сказала, может, это не совсем приятное слово, но как бы группировки, да? Потому что, вот как ты сказал, Никодим приходит и говорит о себе во множественном числе. Мы. То есть какая-то есть какая-то группа. Причём, что интересно, он здесь говорит, мы видели чудеса, хотя это третья глава, и особенно чудес Христос ещё пока, Иоанн не описывает особенно чудес. Но Христос уже создал определённое мнение у какой-то группы людей. А вот одиннадцатый текст, Христос тоже как бы собирает ещё одну группу людей и говорит, вот мы знаем, что мы делаем, о чём мы свидетельствуем. Вот как будто бы здесь существуют две такие группы людей. Это намеренное, ну, такое вот представление, намеренное деление, или это было нормой, что создавались какие-то определённые группы в обществе, которые представляли, может быть, какие-то религиозные убеждения, либо, ну, может быть, какие-то интересы. Это было нормой, потому что в первом веке, в Средиземноморье, люди создавали группы. Существовало общество исеев, существовало общество фарисеев, книжников, саддукеев. У Иисуса тоже было своё общество. Почему это так всё формировалось? Потому что выжить было легче и отстаивать свои взгляды, когда это было общество. Таким образом, они отстаивали свои интересы, и поэтому это был такой привычный момент, когда Христос дальше скажет, когда мы говорим, мы знаем, что мы говорим, а когда вы слушаете, вы не понимаете, что мы говорим. Это вот выражает этот культурно-общественный момент того, что они мыслили себя в группах. И что интересно, когда какие-то правила даются, если смотреть только контекстуально на это, то когда Христос говорит, любите друг друга, это касается их группы. Когда Иоанн описывает, что самаряне стали объектом проповеди Иисуса Христа, он расширяет рамки этой группы. То есть в их понимании очень важно было вот эти границы очертить, где проходит граница проповеди Иисуса Христа. Если Христос дает заповедь, если хотите, как хотите, чтобы с вами поступали, так и вы поступайте. Он имеет в виду членов этой группы, в которой они состоят, 12 апостолов, или он имеет в виду всех людей. Вот эта градация, она существовала, и поэтому, когда мы читаем Евангелие, важно понимать этот момент. Поэтому, когда Никодим приходит, он говорит, мы за тобой наблюдаем, наша группа за тобой наблюдает. Христос говорит, а мы говорим, а вы не понимаете. То есть вот о чем это. Это можно понять вот в этих контекстуальных моментах. Ты вот сейчас говорил о группах. Я почему-то всегда представлял себе, что когда Христос говорит то, о чем мы говорим, Он не имел в виду свою группу людей, а имел в виду Отца своего. Здесь вопрос, Костя, как они это слышали? Потому что человек, он слышит с позиции своей культурной традиции, как это было. А потому как иудейская группа, она была очень закрыта. И прежде всего к самарянам и к язычникам. Это я понимаю, да. И расширить это понимание, ведь только у Иоанна Христос будет расширять рамки этой группы и проповедовать самарянам. То есть в следующий раз, на следующем занятии мы будем изучать общение с самарянкой, что вызвало большую революцию в сознании учеников. Почему? Потому что они понимали, что существуют эти границы. И Иоанн особенно подчеркивает, что Христос пришел разрушать эти границы. И вот когда к нему приходит человек из другого общества, несмотря на то, что это был человек из враждебной группировки, которая критиковала, которая пыталась убить Иисуса, тем не менее Иисус к нему открыт. Но я скажу, мы недалеко ушли, потому что сегодня общество тоже очень склонно к группировкам. Я сейчас не маркирую это как хорошее или плохое, но мы всегда ищем для себя круг по интересам, кто разделяет наши эмоции, впечатления, увлечения, верования, представления. Точно так же. Общество мало изменилось с тех пор, но в то время просто это как больше был вопрос интеллектуального выживания. Люди группировались вокруг сильных лидеров. в то время как фермеры собирались в свое общество, рыбаки, простолюдины, они формировали свое общество, духовные или религиозные лидеры формировали свои. И вот Иисеи были очень интересной группой, о которой мы будем говорить, когда упомянем Иоанна Крестителя. Они вообще были группой отшельников, которые жили коммуной. То есть такое вот общество существовало. И, кстати, они оказали большое влияние на обычаи и традиции Нового Завета, потому что очень многое, что мы находим в кумранских рукописях, отголоски этого мы находим в Евангелии от Иоанна. В начале нашей встречи, Костя, ты обозначил один интересный момент, что когда Никодим приходит, он получает ответы на те вопросы, которые не задавал. Вы знаете, мне всегда тоже, я не всегда даже понимала, почему Христос так удивительно выстраивает линию беседы. Никодим к нему приходит с одними вопросами. Но Христос перехватывает инициативу и сам выбирает тему для разговора. Вот Никодим начинает с чудес. Вот мы знаем, что ты Рави, то есть он уже признает его лидером определенной группы. И что за тобой стоит Бог, потому что не может человек так делать. А Христос как будто бы не отвечает на его вопрос, а начинает совсем с другого. Что ему говорит Христос на его вопрос? Иисус сказал ему в ответ, но это не звучит как ответ. Он ему говорит, истину говорю тебе, если кто не родится свыше. Вот Христос сам выбирает линию и отвечает на вопрос, который Никодим не задает. Может быть, Христос так прочитал его вопрос? Или, как у нас говорят, что-то между строк увидел такое, что именно это побудило его или мотивировало Иисуса Христа именно так ответить Никодиму? Здесь Христос в этом отрывке поднимает несколько важных тем. Это рождение свыше, спасение, жизнь и смерть. Но, наверное, одна из самых сложных к пониманию – это именно рождение свыше. Вот на ваш взгляд, что нужно человеку для правильного понимания этой темы? Рождение свыше. Вот это мы понимаем, каждый верующий, что это нужно. Но что нужно, чтобы его правильно понимали? Я думаю, прежде всего, человеку нужно осознать, что тот багаж нравственный, культурный или интеллектуальный, с которым он пришёл к встрече с Богом, он совершенно не нужен для того, чтобы войти в Царствие Божие. Он не пригоден для этого. Интересное сравнение. Это то первое, что человеку нужно понять и осознать. А я начну с предыдущего вопроса. Христос сразу переходит к теме рождения свыше. Считается, что последний текст предыдущей главы, который говорит 25-й, «И не имел нужды, чтобы кто засвидетельствовал о человеке, ибо сам знал, что в человеке». Подразумевает то, что он знал, о чём и с чем Никодим хочет к нему подойти. Кроме того, есть такая точка зрения. Некоторые считают, что Никодим пришёл от группы фарисеев для того, чтобы продолжить попытку словить Иисуса на чём-то, задавая ему сложный вопрос. И Христос как бы предотвращает этот момент, эту попытку, и сразу выводит его на прямую линию, которую в основном они ему задавали, «Что мне сделать для того, чтобы спастись там?» Помните, когда к нему фарисей подходит и говорит, «Какая наибольшая заповедь?» Это один момент. Второй момент, что понимал Никодим под этим. Никодим был членом Синедриона, как понимали евреи этот момент. Для того, чтобы быть спасённым, достаточно родиться. Ты родился в Завете, тебе нужно только в нём оставаться, и ты спасён. Поэтому, когда Христос ему говорит, «Если ты не родишься свыше, ты не можешь попасть в Царство Небесное». Кстати, это единственный раз, когда Иоанн использует фразу «Царство Небесное» в своём Евангелии. Больше он об этом не напишет никогда. И это меняет полностью представление Никодима. Вы понимаете, что такое сказать человеку, что ты не можешь, если ты не родишься заново, войти в Царство Небесное. Это как? Это разрушить весь его мир, потому что я же родился иудеем. Это как? Я уже наследник. Я уже наследник. Понимаете? И поэтому у Никодима здесь возникают сразу вопросы, которые он дальше задаст. Но это был очень такой интересный момент, и сегодня возникает вопрос, почему Христос использовал именно этот момент, именно рождение. Было ли оно знакомо этим людям? Это очень такой интересный момент, и действительно оно было знакомо, потому что в Ветхом Завете мы видим такой лейтмотив, что Израиль считается первенцем, рождённым для Бога. И Иисус берёт эту связку понимания Светхого Завета и переносит её на Новый Завет, показывая очень важный процесс. Но когда мы сейчас дойдём до, собственно, самого рождения свыше, мы увидим, как это отображается и почему Иисус выбирает именно такое сравнение для Никодима. Хорошо. Вот смотрите, в своих ответах, Анатолий, и ты, Костя, и ты, Анатолий, они бы подчеркнули родственность, но я бы хотела вернуться к вот этой мысли. Ты говоришь, у них было предпосылки понимать. Но посмотрите, в 12-м тексте Христос, разговаривая о рождении свыше, Он разговаривает с Никодимом так, как будто бы удивляется тому, что Он не понимает Христа. Давайте ещё раз прочитаем этот текст. Если я сказала вам о земном, и вы не верите, как поверите, если буду говорить вам о небесном? То есть, говоря о рождении свыше, Христос недоумевает. Как вы элементарного не понимаете? Ведь это даже не высшая математика, как сейчас говорят, да? Это земное. Следовательно, я о чём хочу спросить? Было ли Никодиму понятно то описание рождения свыше, которое описал до этого Христос? Потому что Христос описывает. Беседа показывает, что Никодим недоумевает. Он говорит, а как родиться свыше? Я-то в возрасте человек мне… Это невозможно заново войти в утробу? А Христос это резюмирует как? Я тебе говорю элементарные вещи, а ты их не понимаешь. Поэтому, возвращаясь к своему вопросу, а у Никодима была возможность? Он понимал, о чём говорит Христос? Если в итоге Христос подводит такой итог. А что Никодим мог понять? Дело в том, что они крестили празелитов. И человек мог, в принципе, который пришёл в иудаизм, став празелитом, он крестился и он считался духовным младенцем. То есть он начинал свой путь заново. Кроме того, само понимание второго рождения, оно было сложным, потому что новое рождение подразумевало новый статус. Скажем, когда кого-то усыновляли из низкого социального статуса, это усыновление давало статус новый. Что мог понять Никодиме, о чём говорит ему Иисус, так это о том, что тебе необходимо приобрести новый статус. Тебе надо как бы родиться заново, или в ранних рукописях, в ранних папирусах написано «переродиться», что добавляет такой вот оттенок в этот диалог. И это важно. Важно, что понимает Никодим, и важно, что понимаем сегодня мы. Но Никодим, конечно же, до конца не понимает этого, потому что в этом блоке содержится три вопроса Никодима. Два явных, и один завуалированный, на который отвечает Христос. А озвучить эти вопросы можно для наших слушателей? Ну, первый момент — это факт рождения свыше, то, что Иисус ему говорит в ответ на его слова о том, что мы видим чудеса, которые ты творишь, и человек не может это сделать, если не будет с ним Бог. Здесь подразумевается скрытый вопрос, потому что Христос на него сразу начинает отвечать и говорит, если ты не родишься свыше, ты не можешь войти в Царство Небесное. Второй вопрос задает Никодим. Как я могу, будучи стар, заново войти в утробу матери и родиться? То есть он понимает этот момент буквально, и, конечно же, он задает вопрос, как это может произойти, и Христос ему дает объяснение. Идет второй блок ответов. И третий вопрос, который задает Никодим уже в девятом, в десятом тексте, он говорит, как это работает, как это может произойти? То есть, понимаете, он задает три вопроса. Фактически, один из них немой вопрос, с которого начинается диалог. Второй вопрос, как я могу, будучи стар, родиться заново? И третий вопрос, как это работает? Как это может произойти? Объясни мне, пожалуйста, потому что я ничего не понимаю. И так как ответ на второй вопрос у него, и Христос дает такой довольно-таки непонятный ответ, который вызывает в основном сегодня эту мистерию в толковании, что такое рождение свыше, Никодимис задает вопрос, как это работает. Но большая проблема заключается в том, что сегодня христиане читают первый и второй вопросы, не дочитывая третий. Поэтому сегодня существует огромное количество понятий, что такое рождение свыше, и никто точно как бы на это и не отвечает в большинстве своем. То есть это какое-то мистическое такое понятие, потому что дух же дышит, где хочет, и вы не можете понять, что это такое. И как это происходит, мы тоже не знаем. И поэтому это довольно-таки сложный вопрос, который не понимал Никодимик. Большому сожалению, далеко не все христиане сегодня его тоже понимают. Я бы хотела вернуться в твоем рассуждении к одной мысли. Ты сказал, что родиться в их понимании, переродиться, это отказаться от того статуса, который у тебя был до этого. Было у них такое представление, да, получается? Это значит, если слушал Христа иудей, который от рождения уже в Завете, то для него это как звучало? Ты должен отказаться от своего иудейства и получить новый статус? Скорее, твоего рождения недостаточно для того, чтобы войти в Царство Небесное. Тебе нужно нечто большее. Это переворачивало их всю систему ценностей. Конечно. Поэтому Никодим завис и дальше уже... И дальше уже не задавал вопросов. Он пытался, видимо, осмыслить вот то, что ему сказали, как это недостаточно, моего статуса, моего рождения в Завете для того, чтобы я получил наследство. Вы понимаете, Никодим задаёт очень умные вопросы. Потому что на первый свой вопрос, на второй, он так и не получил до конца ясного, внятного ответа. Потому что вот этот момент, когда мы читаем, Иисус ему говорит, вот, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие, и Никодим ему говорит, как может человек родиться, будучи стар? Неужели он может в другой раз войти в утробу матери своей и родиться? И Иисус говорит, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Небесное. Рождённое от плоти есть плоть, рождённое от духа есть дух. Не удивляйся тому, что я сказал тебе, должно вам родиться свыше. Дух дышит, где хочет. Если бы сегодня нам ответили так. Понятно? Вот давайте об этих двух моментах и поговорим, потому что они действительно ключевые в этой беседе Христа. Ну, на этом моменте. Христос говорит, что должно родиться от духа и воды. Первый момент. И второй момент. Христос говорит о духе, который дышит, где хочет, а человек это видеть и ощущать не может. Но согласитесь, в жизни это очень мистический момент. Ты понимаешь, что Бог что-то с тобой делает, но как это происходит? Когда это происходит? Ты отследить это не можешь. И сам Христос, говоря об этом, говорит, дух дышит, где хочет, а ты этого не знаешь и не понимаешь. Вот на эти два момента хотелось бы с ними разобраться. Что значит рождение от духа и воды? И второе, что значит дух дышит, где хочет? Ну, тут нам нужно для того, чтобы ответить на предыдущие два вопроса, осветить третий вопрос. Потому что, если мы освещаем третий вопрос, становятся более понятными два других. Потому что Никодим потом задает вопрос, как это может произойти. Девятый, десятый текст мы видим, что Никодим ему задает этот вопрос. Никодим сказал ему в ответ, как это может быть? И Иисус отвечал и сказал ему, ты учитель Израилев и этого ли не знаешь? Хочу обратить ваше внимание, что Иисус здесь трижды использует этот оборот, истинно, истинно говорю тебе. Перед каждым своим ответом он подчеркивает этот момент, этот оборот речи, который говорит о том, что эти слова значат очень много. То, что он ему отвечает. Итак, давайте попробуем разобраться, что такое рождение свыше. Потому что, вот, по крайней мере, в том, что Иисус объясняет Никодиму, если внимательно попытаться посмотреть на этот текст, мы увидим здесь три вопроса и три этапа объяснений. логичнее всего начать с последнего, потому что именно здесь Иисус расставляет, что делает Бог для того, чтобы человек родился свыше, что нужно от человека, чтобы он родился свыше, какие действия подразумеваются, и в конечном итоге, что или какую пользу человек получает от того, что он рождается свыше. Вот эти три момента, они очень интересные. То есть, для того, чтобы ответить на третий вопрос, мы видим несколько действий. Во-первых, в рождении свыше, вот именно в этом объяснении Иисуса Никодиму, участвует Отец, Сын и Святой Дух. Это очень важно понимать, потому что, начиная отвечать на третий вопрос, Иисус говорит следующее. Для того, чтобы рождение свыше было возможным, Божий Сын, который восходил на небо и спустился, должен быть вознесен как змей в пустыне. То есть, он должен принять смерть. Он использует знакомый Никодиму образ. Потому что, он говорит, так возлюбил мир Бог-Отец, что Он послал Своего Сына для того, чтобы искупить мир и для того, чтобы все имели жизнь. То есть, Иисус ему говорит следующее. Для того, чтобы рождение свыше стало возможным, я должен умереть на кресте, я должен взойти к Отцу. Потому что Отец инициировал этот процесс, потому что Он возлюбил мир и Он отдает Своего Сына для того, чтобы каждый верующий не погиб и имел жизнь вечно. Второй момент. Иисус говорит, но вам необходимо поверить в то, что Я есть Мессия и Я есть Божий Сын. Почему Он приводит в пример змея, которого Моисей поднял в пустыне. Они умирали в пустыне. И для того, чтобы предотвратить этот процесс, Моисей создает медного змея. Что необходимо было сынам Израилевым? Посмотреть на него и поверить. Вот тут мы видим два таких момента. Что делает со своей стороны Бог, что должен сделать со своей стороны человек. Человек должен посмотреть и поверить. И он не умирал. Бог его спасал в пустыне. Иисус говорит вот так вот как Моисей поднял медного змея в пустыне, вот так вот умрет Мессия, но в него нужно поверить. Для того, чтобы рождение свыше было реальным для вас, вам необходимо в это поверить. Иначе вы тоже умрете. Иначе вы тоже умрете. В этом участвует Бог Отец, Который возлюбил мир и послал своего Сына. В этом участвует Бог Сын, Который спустился, должен умереть, а потом взойти к Отцу. После этого Он может послать Святого Духа, Который сойдет на человека. И так как мы поверили, нам необходимо принять Святого Духа. И вот с этого момента Дух Святой начинает работать, давая человеку жизнь, давая человеку право, которое Иоанна пишет, а пишет хорошо в первой главе. Те, которые уверовали, Бог дал им власть быть детьми Божьими. Да. Вот это исключительно важный момент. Иисус объясняет Никодиму, как стать рожденным свыше. И у этого рождения свыше есть просто вот эта градация и деление. Что сделал Бог для того, чтобы мы родились свыше, и что мы можем сделать для того, чтобы мы родились свыше. И, конечно же, этот вопрос интересен еще и тем, что когда Иисус говорит, вот отвечая на второй вопрос Никодима, как это может произойти, он говорит, ты никак не можешь посодействовать, ты не можешь, конечно, переродиться сам. И тут он использует такую мистерию, он говорит, что Дух Святой, он как ветер, ты не можешь понять его действия, ты можешь увидеть результаты его действия, но ты не можешь понять, откуда он пришел и откуда он уходит. Не ты будешь контролировать этот процесс, но ты открываешь свою жизнь Богу, и Бог контролирует этот процесс. То есть вот этот момент духовного роста, почему Иисус, вот тут мы подходим к вопросу, почему Иисус сравнивает это с рождением свыше. Мы рождаемся, как маленький ребенок, мы поверили, мы пришли к Богу, мы напоминаем маленького ребенка, мы ничего не знаем, мы слабо в чем-то разбираемся. И Дух Святой начинает вести нас от одного обстоятельства к другому, от одного текста к другому. Мы задаем множество вопросов, мы делаем множество ошибок, мы пытаемся учиться у Бога, и мы пытаемся потихоньку взрослеть. Поэтому Иисус говорит, тебе необходимо заново родиться, тебе снова надо стать ребенком, потому что то, что Бог сделал, а ты учитель Израиля этого не знаешь, значит тебе надо учиться всему заново. И это очень такой интересный момент, потому что Иисус выставляет это условием, и никакой мистификации на самом деле в рождении свыше нет. Это хорошо знакомый процесс, в котором участвует Бог Отец, как мы уже говорили, Бог Сын, который умирает, Иисус Христос, которого мы верим. Что же нужно со стороны человека поверить, заключить с Богом завет, как мы здесь дальше увидим, мы будем об этом говорить, и принять Бога в свою жизнь, чтобы Дух Святой мог действовать, когда Он есть в нашей жизни. Вот приблизительно такой момент, если так очень просто попытаться объяснить, что Иисус объясняет Никодиму, что такое рождение свыше. Спасибо большое за такой развернутый, красивый и понятный ответ, а главное простой и доступный для каждого, кто желает находиться рядом с Богом. Но говоря о рождении свыше... Наташа, ты сказала о том, что человек, когда растет, когда он рождается, появляется много вопросов, когда он растет, вроде как должны вопросы разрешаться, но почему-то получается, что чем больше ты узнаешь Бога, тем больше вопросов остаются без ответов. Что ты имеешь в виду, Костя? Это мое личное наблюдение такое. Что я имею в виду, что мы люди настолько ограниченные этими 70-80 годами жизни на Земле, кто-то может и до 120 живет, но для того, чтобы получить на многие вопросы наши ответы, нужно, наверное, прожить не 120 лет, может быть, 5 раз больше, чтобы что-то понять. Это определенный элемент, я думаю, доверия. Я с тобой согласна, Костя, за жизнь. Получается, ты только научился быть человеком, а уже ты пришел к закату своей жизни. Уже пора, да, вставать в очередь. Знаете, вот этот момент... Это такое лирическое отступление было. Я понимаю, Костя, я просто точно так же лирически попытаюсь высказать свои размышления на этот счет. Мне кажется, что вот именно по этой причине Бог предлагает человеку сэкономить много времени. Потому что как-то у нас было такое сочинение, что бы вы посоветовали самим себе, если бы сегодня могли бы встретить себя, когда вам было лет 18, 19. Вот если бы ты, допустим, увидел этого парня или ты, Наташа, эту девушку с позицией уже прожитых лет. И вы знаете, я думал, что бы я посоветовал себе. И я подумал о том, что я бы посоветовал себе экономить время, не учиться на своих ошибках и слушать Бога, потому что Бог, Он позволяет человеку пройти иногда семимильными шагами через какие-то испытания, трудности или непонятные моменты. Ведь посмотрите, Бог планировал за 40 дней провести израильский народ через пустыню и заселить их в Хананскую землю. Получилось 40 лет. Вот так мы в жизни тоже тратим время на огромное количество дорог, потому что мы проходим по одной и убеждаемся, что она ошибочна. А если бы мы почитали Библию, мы бы увидели, что такая дорога ошибочная. внимательнее. Если бы мы в нее еще и поверили, мы бы сэкономили несколько десятков лет. И, конечно же, мы не можем до конца понять всего, что есть. Именно поэтому ввиду нашей короткой жизни, ввиду того, что мы не можем это понять, Бог предлагает доверять ему, потому что вот он сумеет ответить на вопросы наши, когда мы встретимся с ним. я вот эти выводы для себя сделал, и мне, конечно же, глубоко жаль за то время, которое я потерял, ища ответы на многие вопросы самостоятельно. Точно так же, как ты и сказал, Костя, и действительно это так, но главное, конечно, мне понравилась одна фраза, жизнь объективно можно оценить только, когда мы видим ее конец. если конец наших размышлений в жизни пришел к тому, ты пришел к тому, что Богу необходимо доверять, и ты рождаешься свыше, это очень правильная дорога, которая в конечном итоге привела в правильное место. Это очень важно. Проблема в том, что в 16 лет я бы себя не послушала. Вот это вся беда. Да. Хорошо. Возвращаясь к нашему исследованию, говоря о рождении свыше, Христос Никодиму говорит не только о духе, он говорит, тебе должно родиться от воды и духа. Здесь Христос подчеркивает крещение? Я думаю, что да. Водное крещение, да? Это непростой вопрос, потому что возникает другой вопрос. Возможно ли рождение свыше без водного крещения? Почему это непростой вопрос? Потому что сегодня, когда мы читаем Евангелие, мы себе задаем один вопрос. Ян спустя несколько десятков лет, когда пишет это Евангелие, он обращается к своей церкви для того, чтобы пояснить этот момент? Или он цитирует Иисуса Христа, как он это сказал Никодиму? Понимаете, в чем разница? Потому что Иоанн может как пастор объяснить какие-то моменты и попытаться прояснить, что это означает. Вот эти два момента сегодня являются объектом споров и пристального внимания исследователей. Сегодня задают вопрос, кому адресовал Иоанн вот эту фразу «от воды и духа». Хотя с другой стороны мы здесь не видим никаких противоречий, потому что мы видим, что Иоанн креститель крестил, и Иисус мог иметь в виду запросто, что Иоанн креститель это истинный предтеча, который должен прийти и приготовить к этому всему место, дорогу приготовить. Либо он это адресовал уже христианам для того, чтобы показать современное крещение, которое происходит. Но в этом случае мы понимаем, что крещение само по себе это не есть нечто такое, что имеет какой-то мистический оттенок. То есть вот вы зашли в воды крещения, вы крестились и внезапно после этого на вас сходит Святой Дух. Здесь конечно же речь пойдет о заключении завета с Богом, потому что из этих текстов следует, что рождение свыше это процесс, а не момент. И даже то, что Иисус сравнивает это с рождением ребенка, рождение это момент, но дальше следует процесс. Процесс взросления, процесс адаптации, процесс того, что человек узнает все больше и больше, и Бог ведет его, Дух Святой ведет его на протяжении его жизни. Спасибо большое. Хотелось все-таки еще раз остановиться на этом моменте, я немножко перефразирую этот вопрос. Почему крещение важно именно в свете рождения свыше, раз его так выделяет здесь Христос? Потому что к этому моменту или к самому действию крещения человек приходит уже осознанно. Если момент рождения от Духа Святого, как Христос говорит, вы не можете точно сказать, когда, в какое время это произошло, а момент крещения вы приходите уже осознанно. Тогда, когда вы сами себе говорите, что я должен это сделать шаг, я должен заключить с Богом завет. Это осознанный выбор твоего договора с Богом. Так? Да. Потому что это подразумевает использование свободы выбора и высокоинтеллектуальный глубокий процесс принятия со стороны человека. Потому что вот когда мы все это читаем, мы видим, что 90% всего, что говорит Иисус, делает Бог. Что остается человеку? Поверить, использовать свою свободу выбора, принять и заключить с Богом договор, что и есть крещение. Не отказываться. Конечно, потом начинается более сложный процесс. Процесс взросления, когда Дух Святой помогает нам и мы оказываемся в разных обстоятельствах и кричим Господу за что? Не понимая иногда, что это нам на благо, нам необходимо из этого чему-то научиться, но мы начинаем говорить, я же вроде бы не нагрешил, почему я попал в такие обстоятельства? Это уже, конечно, более широкий момент, более широкий вопрос. И уже более такая тема уходящая в сторону. Мы на ней не будем сегодня останавливаться. Это один из вехов. моментов. Один из вехов. Интересен момент, что здесь существует некая мистерия, когда Иисус сравнивает Дух Святой с ветром. И здесь важно понимать, что этот момент, он не был для Никодима новым. Очень интересный текст есть в книге Экклесиаста. Давайте мы его прочитаем. А в одиннадцатом главе, в пятом тексте, пятый текст. Как ты не знаешь пути ветра и того, как образуются кости во чреве беременной, так ты не можешь знать дело Бога, который делает все. И вот тут очень важный момент. Почему Иисус на второй вопрос Никодима отмечает и говорит Дух Святой как ветер? Потому что с ветром всегда было связано в понимании иудеев некая мистерия. Потому что мы видим, что может делать ветер, но мы не можем его контролировать. Мы не можем знать откуда он приходит, куда он уходит. И здесь есть элемент тайны. Иисус говорит Никодиму это будет тайной для тебя. Как Бог производит в человеке и хотение и действие по своему благоволению, ты не сможешь этого проконтролировать и до конца понять. Твое дело поверить и открыть свою душу, открыть свою жизнь, использовать свою свободу для того, чтобы Богу поверить. Но как Дух Святой будет работать, ты не сможешь этого момента проконтролировать. Вот как ты не можешь понять, как ветер дует, как образуется ребенок во чреве матери, как Бог делает свои дела, это напоминает Иова, когда Бог задает ему вопрос, где ты был, когда я полагал основание земли. это та тайна, о которой говорит Иисус Никодиму, вот это уже не твоя сфера, тебе надо просто поверить и идти, как тебя поведет Святой Дух. Это не тот момент, что вот, понимаете, вот иногда вот мы слышим такую точку зрения, давайте мы вот сейчас над вами помолимся и на вас сейчас сойдет Святой Дух. Почему Христос не сказал Никодиму, давай Никодим, я сейчас над тобой помолюсь и на тебя сойдет Святой Дух. Люди склонны мистифицировать вот этот момент и ждать от него каких-то ключевых проявлений. Вот когда на тебя сойдет Дух Святой, возможно, мы притягиваем историю апостолов, что вот ты сможешь вот это делать, либо исцелять, либо творить чудеса, либо говорить на языке, который тебе был сегодня недоступен, и именно это будет свидетельством твоего запечатления. Да, но перед этим, перед тем, как принять, как родиться свыше, мы слышим весть, мы ее принимаем, то, что сделал Иисус на Голгофе, мы это принимаем, мы в это верим, мы принимаем любовь Бога Отца, мы принимаем жертвы Его Сына, мы отдаем свободу выбора, мы заключаем с Богом завет, и Бог посылает Святого Духа в нашу жизнь. И вот это есть рождение свыше. Анатолий, согласно тому, что ты сейчас разложил, ты можешь о себе сказать, что ты рожден свыше? Я не мистифицирую ни в коем случае этот процесс, и поэтому я могу сказать, что я вполне осознанно пришел к Богу. Я сегодня могу сказать, что я совершенно искренне в Него верю. Я вполне осознанно принял крещение, меня никто не заставлял. И я все свои усилия прилагаю к тому, чтобы тот голос Божий, Его водительство в моей жизни, я не мешал этому процессу, чтобы я мог расти. Может быть, я ошибаюсь, я делаю много ошибок, но это искренние ошибки, это не со злым умыслом. Поэтому, учитывая то, что рассказал Иисус, я могу сказать, что да, в этом нет мистики. Если мы сегодня верим, если мы сегодня принимаем, да, мы рождены свыше. Спасибо, Константин. А твой ответ какой будет? Мой. Я могу констатировать словами апостола Павла, когда он говорит, я каждый день умираю, и если он каждый день умирает, то ему нужно и рождаться, вот, чтобы дальше свое отношение с Богом продолжать. умирать сознательно здесь, в данном случае, чтобы что-то ушло из твоей жизни, не всегда легко на это соглашаться. Потому что это, да, я понимаю, что это нужно, но не всегда, но не всегда так легко с чем-то расстаться. Поэтому, да, как Анатолий, я могу сказать, что процесс Бог ведет во мне всегда. Осознание того, что я нуждаюсь в Боге, он всегда есть. Тот факт, что я хочу дойти до вечности и со многими там это дело отпраздновать, это сто процентов есть. вот, так что идем дальше, живем дальше. спасибо, Костя, хороший мотиватор отпраздновать в вечности рождение, которое сегодня переживают те люди, которые принимают Бога в свою жизнь. но в этой беседе, кроме вот такой удивительной радостно, удивительного радостного такого посыла, да, как заключение договора с Богом, как осознанный выбор, в результате которого происходит рождение свыше, Христос затрагивает еще одну тему, эта тема суда, вот, вроде бы, но она не должна быть рядом с такой радостной вестью, но она есть, я бы хотела, чтобы на этом мы тоже остановились, и первый вопрос относительно этого, это, начиная с пятнадцатого текста, и Христос в своей беседе отмечает, что есть суд для людей, есть спасение и есть жизнь, и очень интересно вот в этих текстах с пятнадцатого по девятнадцатого Иоанн определяет настоящего врага вечности, вот, что здесь Иоанн выделяет, как действительно врага жизни вечной, мы понимаем, что оппозиция жизни всегда смерть, да, и мы рассматриваем именно смерть, как враг нашей жизни, а что Иоанн определяет, как настоящего врага вечности, вы удивитесь, но не смерть, я только что хотел сказать, да, грех, грех и неверие, Иоанн определяет, как враг вечной жизни, то есть сегодня не смерть разлучает человека с Богом окончательно, только его личный выбор, здесь Христос говорит о том, что о людях, которые одни идут к свету, другие не идут, но лично для меня враг вечности это тогда, когда мне нравится оставаться во тьме. В темноте. И ты подчеркиваешь здесь, мне нравится, что это мой личный выбор осознанный, не какая-то запутанность, а человек для себя сам осознанно определяет, где ему оставаться. Это не предопределение, это не то, что говорят люди, так у меня на роду написано, нет, это мой личный выбор, да. То есть этот выбор, почему я сосредотачиваюсь на этом вопросе, если это мой личный выбор, значит у каждого приходящего сюда на землю будет такой момент, когда он сам для себя определит оставаться в свете или оставаться в темноте. и этот выбор перед тобой каждый день стоит. Поэтому Павел говорит, что я каждый день умираю, потому что сатана не перестаёт бороться за тебя тогда, когда ты сегодня сделал выбор в пользу жить со Христом. Завтра сатана придёт с новыми планами для того, чтобы чем-то совратить тебя от этого нелёгкого. Да, это нелёгкий бывает выбор, но вот именно вот этой лёгкостью сатана соблазняет меня отказаться в кажущейся лёгкости, за которую потом надо платить дорогой ценой. Спасибо, Костя, большое. Что это за суд? Я здесь полностью согласен с Константином. Мне кажется, что здесь речь идёт о том, что само присутствие Иисуса на земле, как Иоанн его описывает, это вызов для человека, для того, чтобы он мог либо поверить в него, либо отказаться. И Иисус не пришёл судить мир, как здесь написано. Он пришёл спасти мир, но когда мы отказываемся принять его, когда мы отказываемся в него верить, мы судим себя. И получается, что вот он как бы говорит, он пришёл не для суда, Иисус, но суд присутствует в том, что мы сами отказываемся от принятия Бога. И мы себя осуждаем. А тот, который принял его написано, он не судится, он перешёл уже из смерти в жизнь. Потому что, понимаете, Иоанн очень интересно видит в своём Евангелии всё то, что происходит. Обратите внимание, Иоанн практически не задаёт вопрос, в Евангелии от Иоанна Иисус не задаёт вопрос людям, которых он исцеляет или людям, с которыми он разговаривает, заранее. Веришь ли, что я могу тебя исцелить? Иоанн показывает, что это происходит после. Потому что для него это знак, который показывает Иисус, это дела Божии. А дело Божие, которое может сделать человек, чтобы мы уверовали. Потому что в 6 главе, когда люди подходят и говорят, что нам делать, чтобы творить дела Божие. Иисус им говорит, дело Божие в том, чтобы вы уверовали. Поэтому Иоанн показывает, что главная задача Бога это нас спасти. Всё остальное, оно прилагается. И поэтому он говорит, уверуйте для того, чтобы перейти от смерти в жизнь, от тьмы в свет. Вот эти две дороги, между которыми человек решает, большего он сделать для себя не может. И поэтому Иисус рассказывает Никодиму о рождении свыше, он ему раскладывает всё по полочкам, когда Никодим задаёт вопрос, как это происходит, он ему рассказывает фактически план спасения. Говорит, ты должен в это поверить, а вот ваша каста, ваше общество в это не верят. У вас своя какая-то религия, вот это мешает тебе. Это мешает твоему сознанию раскрыться. И мы видим, я с большим оптимизмом смотрю на эту ситуацию, потому что Иосиф из Аримафеи, Никодим, он потом принимает участие в погребении Иисуса. Это говорит о том, что вот этот разговор он достиг Никодима, и Никодим действительно в него поверил. Но я ещё думаю о том, что вот эти все усилия Иисуса спровоцировать споры с фарисеями в чудесах, они дали свои плоды, потому что Никодим приходит и говорит, мы, он потом пошёл и рассказал тем другим людям, наверное, спасённые удивятся, увидев фарисеев в Царстве Небесном. Мы уж не ожидаем их точно там увидеть, да, но многие из них там будут, потому что мы видим, что Никодим вот этот рассказ он потом отнёс в ту коллегию, в то общество, которому он принадлежал. И как у них было расприя, и многие из них задумывались, среди них были умные люди, которые не попали в Евангелие, как люди, которые при жизни открыто засвидетельствовали веру в Иисуса Христа. Но когда Иисус умер, они позаботились, чтобы его достойно похоронить, что было очень важно в той культуре. Поэтому мы видим, что Бог достучался до очень многих людей, неожиданно для многих, возможно, и мы не представляем себе ещё до кого. Поэтому Иоанн показывает, что это было большое благословение, что свет пришёл на нашу землю, что Бог воплотился, и Он жил на нашей земле. Это большое благословение. И Он желает каждому из нас уверовать. Спасибо большое за такую удивительную беседу, за такую красивую раскладку, которую делает Христос для Никодима, и которая является поддержкой сегодня каждому человеку, который может быть каким-то непониманием, загоняет себя в отчаяние, считая, что если в моей жизни сегодня нет проявления какого-то чуда, какого-то, может быть, яркого явления, то я не рождён свыше. А это болезненный вопрос для любого верующего человека. И вот Христос в беседе с Никодимом, а Иоанн потом записывает, чтобы показать каждому, достаточно прийти, поверить, и ты уже рождён свыше. Потому что твой договор с Богом, твой завет с Богом, именно это свидетельство твоего рождения свыше. Это удивительное успокоение, удивительное свидетельство, которое Евангелие сегодня дарит каждому верующему человеку. И в заключении нашей беседы пожелания для наших слушателей. Это уже традиция. Да. Хорошие, новые традиции. Я думал об этом, дорогие наши зрители. Если сегодня вы верите, что Бог сделал для вас, придя на землю, если сегодня вы совершенно искренне заключили с ним завет или только обдумываете этот шаг, когда вы принимаете Христа, когда вы впускаете его в свою жизнь, когда вы верите, что Бог настолько возлюбил вас, что отдал своего сына, и когда вы готовы следовать его пути, не сомневайтесь в том, что вы рождены свыше. В этом нет никакой мистики. Бог пришёл для того, чтобы сложно сделать простым. Изучая сегодня этот эпизод из жизни Иисуса Христа, если вдруг вы увидели в себе Никодима, не задерживайтесь в любое время, даже ночью, идите к Иисусу. Иисус выслушает вас. Возможно, Он даст вам ответ, который, как Никодим, задавал одни вопросы, а получал ответы другие. Возможно, и вы получите такие же ответы, как Никодим. Но будьте уверены, так же, как эти ответы произвели в Никодиме определённую работу к его спасению, точно так же и Бог что-то совершит в вашей жизни такое, что приведёт вас к вечности. Оставайтесь с нами, пишите свои комментарии, мы их читаем, рассуждаем над ними, и ждём с вами встречи ещё в дальнейшем исследовании Священного Писания. Всего вам доброго на предстоящей неделе. До следующей встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok